В Югре и дальше будут развивать сельское хозяйство. Сегодня депутаты региональной думы продлили действия окружной программы по развитию агропромышленного комплекса до 2030 года. В Ханты-Мансийске прошло первое в этом году заседание югорского парламента. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов. Народные избранники изменили законы о рыболовстве и процедуру предоставления бесплатной юридической помощи. Обо всем подробнее в нашем сюжете. И снова дольщики. Они часто на слуху. На заседании думы приняли закон об оказании бесплатной юридической помощи пострадавшим дольщикам. Они получали ее и раньше, но теперь эту поддержку расширяют до адвокатской. Иными словами, теперь человек за бесплатной консультацией может обратиться не только в органы власти, но и к адвокату. И ему компенсируют плату за услуги. Малое количество людей, которые состоят в реестре обманутых дольщиков, вообще в принципе воспользовались этой мерой государственной поддержки. Поэтому, если она станет более доступной, это, конечно, хорошо, но это не значит, что эта ситуация поможет исправить ту ситуацию, которая есть у обманутых дольщиков. Ряд работ ведется, они всегда будут недостаточными, но не принимая эти меры, мы ситуацию не улучшим. Невозможно, как в индийском фильме, взять и всех осчастливить. Этого не произойдет, потому что, ну, такова реальность, какая она бы жестокая не была. Но действия нужны, одну из мер сегодня приняли, и я думаю, что она пойдет на пользу. Еще одна мера поддержки, которую одобрили депутаты, касается бизнесменов, тех, кто занимается социальным предпринимательством. Как правило, она выражается в предоставлении места для обеспечения работы. Ну, например, место там в цеху, в каком-то производственном здании. Чтобы получить поддержку, нужно или выполнять те условия, которые прописаны в законе, а список большой. К примеру, когда предприниматель трудоустраивает к себе инвалидов и детей-сирот. Или нужно вести бизнес в одном из девяти социальных направлений. Это в том числе и творческая деятельность, и деятельность, связанная, как ни странно, и с театром, и с кино, и с телевидением. В том числе деятельность, связанная с уходом за незащищенными группами населения. Это такой запрос общества на расширение сфер поддержки, который сегодня отреагировал наше законодательство. Думается, что это как раз улучшит качество сегодня жителей, качество атмосферы в сфере предпринимательства. Это качество жизни самих югорчан. В поле зрения депутатов попала и молодежь. Ее успешная реализация и раскрытие потенциала. Так в молодежной политике Югры в этом году появится новшество. Это будет новая схема работы молодежных организаций с муниципальными органами власти. Речь о создании коллегиальных совещательных органов, как бы связующего звена. И плюс к этому еще одна новация. Правительство, после принятия этого законопроекта, правительство округа берет на себя обязательство ежегодно отчитываться о деятельности по развитию молодежного движения и о деятельности по реализации молодежной стратегии на территориях Антамантийского округа. И еще о рыбе. Депутаты внесли поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. С 1 апреля округу вернут полномочия выдавать квоты на промышленный вылов рыбы, тогда как до недавнего времени выдавать квоты могли только физическим лицам. Тот, кто занимается промышленным выловом рыбы, не придется ездить в Москву или в другие города, где будут полномоченные органы для того, чтобы разрешить вылов рыбы. А все это будет по-прежнему выдаваться в Антамантийском автономном округе. Кроме того, в этом году депутаты, как обычно, планируют помогать медицинским учреждениям, объектам культуры, спорта и образования в рамках наказов избирателей. Выделят средства и на мероприятия в рамках Года добровольцев России и Года гражданского согласия в Югре. На все про все более 80 миллионов рублей.